Благоустройство улицы Карла Маркса. Это совместный проект администрации города и предпринимателей Полевского. На восстановление асфальтного покрытия, устройство остановочных площадок, парковки и цветников только в прошлом году было потрачено порядка 960 тысяч рублей. На выполнение работ в этом году, согласно СМИТе, требуется 1 миллион 300 тысяч рублей. Деньги немалые, но затраты стоят того, считает глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов. Улицы нашего города – это лицо Полевского, и мы должны сделать его красивым и ухоженным. Но так считают не все горожане. Сейчас вы видите факт вандализма, который произошел накануне ночью. Металлоконструкция, которая стала основой для вазонов с цветами и всего вертикального озеленения, не оставила равнодушные жители нашего города. Они, видимо, не смогли пройти мимо, и как результат – отсутствие части вазонов и рассады. Старались в рамках программы по благоустройству на территории нашего города, тем более южную часть хотели облагородить, сделать красиво для людей. Выполнили вот такое красивое ограждение, сделали цветники. Не прошло то уже дня, рассада пропала, исчезла из цветников. Вчера буквально только выставили вазоны, наполнили их землей. Сегодня должны были силами школьников, силами учащихся посадить уже цветочки в эти вазоны. Но, увы, мы с вами видим плачевный факт, что кому-то эта красота не понравилась. И вот вазонов вообще нет на месте установки, а земля вся просто вытряхнула. Обидно. И даже не потому, что это стоит денег, а по-человечески обидно, когда наблюдаешь такое отношение к результатам своего труда. Труда, направленного на то, чтобы город был чище и привлекательнее. Вчера, к сожалению, Игорь Анатольевич Зайов, имеется в виду, был в области. Сегодня я его попросил провести расследование по полной программе с тем, чтобы, если получится, хотя бы фамилии написать в газете. Ну, просто, жалко просто. И все же, по мнению главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова, работы по благоустройству родного города необходимо продолжать. Хочется надеяться, что полевчан, неравнодушных к тому, как выглядит их город и готовых оказать поддержку благими начинаниями, все же больше, чем вандалов. Конечно, очень печально. Очень печально, что вот мы даже уют, который приходили, я видела школьники, подростки, рассаживали эти все саженцы. Что-то для нас, правда. Ну, не приучены к культуре абсолютно, что могу сказать. Именно для таких, как эта Полевчанка, в этом году и будет благоустроена площадь рядом с Бажевским центром детского творчества. Всего требуется денежный средь 637 тысяч. Из них в местном бюджете 340 и 200 тысяч перечислил компания «Гроссресурс». Это по переработке мрамора по дороге на станционной Белевской. И 100 тысяч опять в рамке Дмитрия. Коммерсанты, к сожалению, в этом году участвуют и вновь. Планов громадье. Они реальны и исполнимы. Но главное, чтобы они были поддержаны, восприняты и оценены полевчанами. Люди, задумайтесь, как мы будем жить завтра, если сегодня мы собственноручно разрушаем все то красивое, что есть в наших домах, дворах, родном городе. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok